40 секунд на поиск наркотиков и 10 на задержание сбежавшего из-под конвоя. В Сургуте определили лучших кинологов окружного управления Федеральной службы исполнения наказаний. Соревновались опытные в своем деле наставники и их собаки. Как отметили сами специалисты, служебные псы для них не только верные напарники, но и хорошие друзья. В этом ли кроется секрет хорошей совместной работы, узнавала Мария Ливанян. Лучшие по поиску людей и розыску наркотиков в Сургуте определили победителей первенства округа. Среди специалистов-кинологов со служебными собаками в структуре управления Федеральной службы исполнения наказаний. Оценивали как физическую подготовку четверолапых, так и их умение слушать наставника. У нас количество идет подходов. Если собака сделала это с первого подхода, соответственно, она у нас будет лучше, да, если у нас собака сделала со второго подхода, соответственно. И плюс от количества команд, поданных кинологам. Соответственно, если по первой команде собака это выполняет, или по второй и третьей. Главное в работе кинолога доверительное отношение с собакой. Если они выстроены, то проблем с выполнением команды с первого раза не возникнет. Бывает, что к инструктору пес попадает уже взрослым. Так случилось с Надимом Сагитовым и Гансом. Вместе они в Нижневартовской колонии номер 15 работают всего около двух с половиной лет. Это немного, потому как чаще всего кинологи воспитывают собаку с щенячьего возраста и до пенсии. Однако небольшой срок совместной службы не помешал им стать победителями в разыскном профиле. Бывший кинолог ушел, получается, на пенсию, так как передал мне его. И далее я уже с ним в течение года, наверное, налаживал где-то контакт, чтобы он полностью начал мне доверять. И мы с ним начали вполне хорошо работать. Каждый пес индивидуальный по характеру, и каждому нужен свой подход. Потому что так или иначе, если собака не будет работать, то не будет результата. В работу Ганса входит поиск людей в автомобиле в случае предполагаемого побега и даже задержания. У служебных собак есть и другой профиль. Отдельных псов тренируют отыскивать наркотики. Собаки занимаются поиском запрещенных веществ на досмотре транспорта, людей и посылок. Опытной собаке понадобится до минуты, чтобы найти вот такой запрещенный мешочек. Мы решили проверить, сколько времени понадобится лучшей в этом направлении собаке, чтобы найти закладку. Опытный в своем деле служебный пес Арни справляется с задачей примерно за 30-40 секунд. Русский спаниель уже 10 лет занимается поиском психотропных веществ. Однажды Арни даже доказал, что из списка запрещенного к провозу умеет находить не только наркотики. Ну, находили до килограмма наркотических веществ. Находили, были случаи, что телефоны. На СТО заезжала машина, что обозначило. В колесах было 50 с лишним телефонов, зарядных устройств. Там около 200 сим-карт. Мы тоже обнаружили, хотя мы... Ну, что-то там был такой запах, что обозначил. Стали, разобрали колеса и там вот это выявили. 10 лет для служебной собаки, большой возраст. Совсем скоро Арни предстоит уйти на заслуженный отдых. Как отметила его инструктор Татьяна, на пенсию она собирается вместе с питомцем. Нелетко кинологи собак, отдавших свои молодые годы службы, забирают к себе домой. Ведь это уже друг, которого просто так не бросишь. Ежегодно на пенсию выходят до 10 животных. В октябре месяце будут контрольные КПЗ по итогам года собачки, которые старше 8-9 лет, у нас пойдут в добрые руки на списание. И как раз подрастет молодое поколение, которое встанет в их ряды. В среднем в год на дежурство заступают по 6-7 щенков. Этим летом состав кинологической службы в Сургуте пополнили две немецкие овчарки – Макс и Макседен. Сегодня им исполнилось ровно полгода. С этого возраста начинается дрессировка. Пока им предстоит опучиться базовым командам – сидеть, лежать, голос. А после их отправят на профильную подготовку. Мария Ливанян, Сергей Кондаков, Сургут-24.